Здравствуйте, меня зовут Картавенкова Наталья, я лор-врач высшей категории, и сегодня мы с вами поговорим о достаточно распространенной, важной, актуальной теме, такой как аллергические риниты. Аллергические риниты или риносинуситы, согласно современным классификациям, это назоформа, которая характерна для достаточно большой группы заболеваний, объединенных под термином аллергия. Аллергия – это иммунная реакция организма, то есть повышенная гиперреакция организма на какие-либо вещества. К таким веществам могут относиться как аллергены, известные нам, так и неолейные вещества, это холод, это пыль, это прочий-прочий. В основе формирования повышенной чувствительности к определенным веществам лежит целый ряд факторов. Одним из самых главных факторов является наследственность. Давно уже отмечено, что если аллергии, истинной аллергии, страдают оба родителя, риск развития аллергических заболеваний у детей составляет 75%. В случае же, когда страдает аллергия один из родителей, процент падает до 50%. В данной ситуации аллергия не обязательно развивается у детей к тем же веществам или к тем же аллергенам, что и у родителей. Можно говорить о том, что родители передают предрасположенность к аллергическим реакциям. Кроме генетических факторов, не последнюю роль в развитии и запуске аллергических риносинуситов играют факторы окружающей среды. Из литературы известно, что в Северной Америке количество синуситов аллергических значительно больше в связи с тем, что там произрастает такой сорняк, который любят и знают у нас все, как амброзия. И доказано, что эмигранты из Европы, там, где амброзии нету, при переезде в Северную Америку через 3-5 сезонов приобретали тоже данную патологию. В связи с тем, что на пути попадания аллергенов стоят первыми эпителиальные клетки, становится актуальным вопрос о том, что повреждаются эпителиальные клетки именно в полости носа и придаточных пазух носа. Так запускается патологический процесс, повреждающий эпителиоидные клетки и приводящий к развитию аллергических ринитов, а впоследствии аллергических риносинуситов. По последним данным литературы, количество аллергических риносинуситов возросло практически до 20%. По данным кафедры лорболезней Одесского национального медицинского университета, за время прошедшей с момента Чернобыльской катастрофы на АЭС, по настоящее время количество аллергических ринитов возросло вдвое, а то даже в 2,5 раза. Учитывая, что в период обострения аллергических ринитов качество жизни больных становится значительно хуже, очень актуальным становится диагностика, лечение и профилактика этой группы заболеваний. Завтра мы с вами продолжим тему аллергических риносинуситов и обсудим клиническую картину и симптоматику данной группы заболеваний. До свидания.